Всем привет! Меня зовут Масленников Роман. И сейчас я вас хотел бы познакомить с мировым топом пиарщиков. Сразу скажу, что в этот топ 9 вошли 3 российских пиарщика. Мне исключительно мое, основанное на 15-летнем опыте в пиаре. Подсчитываю, интересуюсь, короче говоря, слушайте, кого я считаю мега авторитетами в мире. Девятое место. Пол Холмс. Пол Холмс – это человек, который основал ресурс, который посвящен всем пиар-агентствам зарубежным и российским тоже до некоторого времени. То есть это можно сказать, если бы Владимир Ганин работал бы за рубежом, то он был бы Полом Холмсом. Владимир Ганин – это издатель журнала «Советник», если кто помнит. А кто и не помнит, тому не надо. Пол Холмс очень интересно поступил, когда стали в российских пиар-агентствах завышать свои цифры, обороты, то, соответственно, он отказал всем участникам российского пиар-рынка участвовать в этом рейтинге. То есть, типа, вот кто первый вел санкции против российских бизнесменов – Пол Холмс. Такой знаменитый смотритель пиара за рубежом. The Holmes Report его сайт называется. Восьмое место – Фредерик Бекбедер. 99 франков, он написал книгу, снялся в фильме «В одноименом». То есть, многие его, ну, конечно, пиарщиком его не считают среди профессионалов. Но сторонний человек скажет, типа, вот я занимаюсь таким-то пиаром, вот как я, взрывным пиаром, типа, там, провокацией. Он говорит, а это что, какой-то 99 франков? На самом деле нет, но если его так ассоциируют пиарщиком, ну, пускай он будет пиарщик, тоже войдет в наш рейтинг. Восьмое место. Седьмое место. Тоже человек никогда не назовет себя пиарщиком. Он с пиарщиками спорил очень сильно, давно еще, когда общался с прессой и выходил в народ. Это Виктор Пелевин. Вот, никто его не так, в здравом умении, трезвой памяти не назовет его пиарщиком. Но, по сути, человек формирует смыслы. То есть, то, чем должен заниматься настоящий пиар-специалист. Вот, и у него, причем, очень много историй, рассказов, книг посвящено именно теориям и практике информационной борьбы, войны, столкновений и как бы манипуляций с мыслами. Так что, Виктор Пелевин обязательно, обязательно к ознакомлению. Ну, можно сказать, что и моя карьера в пиаре началась после его совсем не пиаровской книжки, больше рекламной, которая называется Generation P. Вот, соответственно. Тоже не лишний будет и фильм посмотреть. Достаточно качественный. Так, шестое место. Кристофер Бакли. Вот это прикольный человек. Не знаю, почему я сейчас зевнул на его имени. Но человек реально очень крутой. Кристофер Бакли, пиарщик Белого дома. И автор, экс-пиарщик Белого дома. И автор очень крутых книжек про информационные такие закруты-навороты. Вот, в частности, мне нравятся «Зеленые человечки». Эту книгу я рекомендую всем, кто сталкивался с моими визитками. То есть, короче, Кристофер Бакли. Я прочитал его все книги. Советую и вам тоже это сделать. По крайней мере, «Зеленые человечки». Пятое место. Владимир Путин. Тоже никто в здравом умеет резать память не назовет президента пиарщиком. Но, по сути, это так и есть. Человек появляется на обложках и пиарит нашу страну. За что ему большое спасибо. Четвертое. Илон Маск. Тоже отличный пиарщик от науки. Человек придумал миллиард, скажем так. Придумал, как заработать. Не придумал, как заработать, он придумал миллиард. Создал новый рынок. То есть, считается, что даже, типа, этот рынок был не новый, но он, как бы, его очень круто популяризировал. Вот это вот электричество, полеты на Марс и так далее. Поэтому Илон Маск. Номер 4 в нашем списке. Номер 3. Это Ларри Бейнхарт. Это человек, скажем так, чуть посерьезнее, менее писучий. Скажем так, редко, но метко. Человек, который написал книгу «Американский герой». Переосмыслил информационное значение войны в Ираке, которую начал Джордж Буш, чтобы отнести сексуальный скандал. И, собственно, книга «Американский герой», на ней основан сценарий фильма «Хвост виляет собакой». Это Ларри Бейнхарт. Второе место. Майкл Уиллард, пиарщик. Вот так не прочитал его книгу «Пиарщик», но, блин, ее очень всех ловили. Поэтому там столько пиара вокруг этой книги. Она так и называется, пиарщик, да, где он идет вдвоем, он и президент. Вот, что, в принципе, вот этот кадр и вот эта обложка книги, она полностью олицетворяет его как номер один в этой теме пиарщик, советник, больших лиц. И книга называется так же. Короче говоря, номер два в нашем списке. За счет имиджа выехал. И первое место в мировом рейтинге топа пиарщиков это, конечно, женщина. Тоже она себя не называет пиарщиком, я думаю, никто ее так не назовет, но она, по сути, им и является. Это Мария Захарова, официальный представитель МИДа. Я впервые с ней познакомился на пресс-конференции на РИФ в Кибе. Здесь, кстати, недалеко в экспоцентре. И она докладывала про то, как МИД классно троллит международную повестку. То есть она там рассказывала, как она со своими коллегами затраливала... Что там именно она затраливала-то, блин... Главгосударств, которые копали, типа, огрядки, на самом деле они были представлены пенсионерами. Потом МИД шутил классно на 1 апреля. В общем, как бы, подробностей не помню, но выступала она именно как пиарщика. Мне это очень импонировало. Естественно, эффектная внешность. Вот, конечно же, сейчас у нее много работы. И она выглядит уже построже, чем тогда выглядела на... В одной секции у нас был доклад, который, кстати, организовывала Мария Лапука и Александр Изряднов, когда они работали во Фри. Вот. Но было круто. То есть Мария Захарова... У меня даже фотка где-то в Инстаграме сохранилась такая со спины. Вот. В общем, короче говоря, Мария Захарова пиарщик номер один в мире на данный момент. Мое мнение. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и также пишите в комментариях, кого вы считаете пиарщиком номер один в мире. Ну и небольшой бонус. Сейчас я вам расскажу тех, кто в прошлом сжег хорошо. Просто ознакомьтесь с этими персонами и узнаете, какими бы были пиарщики, если бы такая профессия была, ну, лет сто назад. Конечно, это Шустов, автор коньяка. Конечно же, это основатель конфет. Блин, забыл, как же его звали. В общем, человек придумал конфеты. Нет, это не фабрика Эйнэм, а в общем другая. То есть я в комментариях обязательно вспомню. То есть он пиарил свою кондитерскую продукцию не хуже, чем Шустов пиарил коньяк. Ленин, человек, книги которого, идеи которого распространены не меньше, чем Библия на нашей планете. Поэтому вот такой вот мозг породил кучу смыслов, так что его можно назвать может номером один, наверное, в пропаганде, в пиаре, в смысловых конструкциях. Дальше идут, конечно же, Энгельс и Маркс. Маркс и Энгельс. Кто-то писал там за другого. Непонятно, кому там третий том капитала принадлежит авторство. Ну, в общем, не суть важна. Тоже люди классно прокачали тему с идеологией. То есть они в своем роде предвидели будущее, что круто. Вот, пора почитать уже этот капитал. И на пятом месте поставлю Эдварда Бернейса, человек, который написал книгу «Пропаганда». Классная книга, читается, хоть и было написано примерно, может, лет сто назад, очень актуально. Это человек, который занимался, по сути, тем, чем занимаемся мы в взрывном пиаре, не знакомился с журналистами, а делал такие поводы, после которых переворачивало сознание потребителей. Он ввел моду есть бекон, он заставил какую-то африканскую страну покориться Америке, он же заставил женщин курить. Вот такой, в общем, был человек. И жил до 106 лет, прикиньте. Вот. И на шестом месте я поставлю Део Део Агилви, который был, назывался рекламщиком, был рекламистом, директором рекламного агентства, но, по сути, по сути, человек был крутым пиарщиком, который пропагандировал свои идеи. И до сих пор они до нас дошли. Можно по пальцам одной, наверное, руки перечислить великих рекламщиков прошлого, которые стали нам известны благодаря тому, что эти рекламщики были, по сути, пиарщиками, пропагандистами и визионерами. Все. Всем большое спасибо. Кого вы считаете великим пиарщиком прошлого, также напишите в комментариях. И желаю вам, если вы пиарщик и смотрите это видео, стать также великим пиарщиком, как настоящего, ну, по крайней мере, прошлого. Всем удачи. Спасибо. Подписывайтесь на канал и ставьте звоночек, чтобы не пропустить новые видео. Пока.